Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Добрый день, мои дорогие зрители. С вами я, Павел Бегичев, старокатолический митрополит церковной провинции Святого Михаила Архангела. И это 24-я серия программы «Три вопроса», в которой я отвечаю на ваши удивления, вопрошания, присланные по адресу 3.вопроса.метрополиту.собака.gmail.com Сегодня получилось так, что я, короче, ну, у меня за воскресенье разряжается камера. Я снимаю всю мессу. И обычно я ее с вечера ставлю на зарядку, чтобы в понедельник днем там уже, ну, записать ответы на вопросы. И, короче, вчера я забыл камеру на зарядку поставить. Сегодня с утра была там масса дел, поездок. Так, я, короче, там, прибежал вот сейчас домой, сел, а камера разряжена. И если ее ставить на зарядку, то это надо час еще терять, а мне некогда. Короче, я решил, думаю, запишу вот на телефон. Надеюсь, что никто не позвонит во время записи. А иначе придется, как бы, ну, действительно прервать запись. Вот, хотя у нас один дубль, да, как прямой эфир, только в записи. Мне, кстати, пришла в голову идея. Сейчас уже тепло. Кстати, ой. Сейчас, ну, жарко. Вот. Кола со льдом. Прямо ваше здоровье, это... Прямо я это очень люблю. Вот. Сейчас, в общем-то, уже тепло. Можно гулять на улице потихоньку. Я подумал, может, мне, чтобы антураж хоть как-то сменить, ответы на вопросы на улице записывать? Не знаю. Ну, то есть с петличкой, с DJI. Осмо Покет. У меня еще вторая версия. Сейчас все говорят, что третья. Прямо бомба-бомба. Ну, не знаю. У меня на третью нет денег. Вот. Не могу проверить. Ну, в общем, напишите, что вы думаете. И я думаю, что вообще всем, ну, как бы, все равно на самом деле. Вот. Но вдруг, вдруг. В общем, такая вот ситуация. Короче, камера заряжается, телефон снимает, а мы с вами не будем откладывать дело в долгий ящик и начнем, пожалуй. Итак, Рустик Зафериди интересуется. Добрый день, Владыка, благословите. Православные католики в Северной Америке выпустили документ о смешанных браках. Их количество растет, и нужно что-то делать в плане урегулирования канонических вопросов. Документ принят в конце февраля 2024 года. Ну, и там ссылка на этот документ. Я его прочитал. Он, естественно, на английском. Ну, прочитал, насколько мог понять, понял. Там попроверял некоторые сложные пассажи особо тщательно. Ну, что я думаю об этом? Конечно, это такой серьезный костыль. Ну, то есть, вот прям, это такая заплатка. Вот у тебя никак не сшиваются два вида ткани, и они еще не сшиваются в одном месте. Там образуется еще и, кроме того, что они не сшиты, еще огромная какая-то некрасивая дыра. И надо как-то эту заплаточку как-то вот красиво наложить. То есть, до объединения, до полного ефористического общения, конечно, этот вопрос будет неразрешим. К сожалению. Ну, то есть, а когда уже там что-то произойдет, тогда можно будет хотя бы на местах как-то решать, в пределах автокефальных церковных провинций, или, ну, собственно, поместных церквей, да, отдельных церквей, вот, и так далее. Епархий, по крайней мере. Ну, вот. На мой взгляд, там идеи неплохие, вообще идея неплохая, смешанные браки, ну, да, вот это все. Но, конечно, главный-то пункт, вот, который есть у нас, как у старокатоликов, главная претензия к православным, это причастие второбрачных. Вот у нас, как старокатоликов, в провинции святого Михаила Архангела, это невозможно. И мы, ну, с печалью я прочитал, там есть резюмирующая часть, можно весь документ не читать, можно даже нейросети поручить его пересказать, в принципе. Но резюмирующую часть я, естественно, прочитал очень внимательно. И вот в резюмирующей части, там третий пункт говорится о том, что католическим иерархам, ну, я близко к тексту так перевожу, очень вольно, что они должны искать способы согласиться с пастерскими решениями православных духовных судов и иерархов. Про духовные суды в православной церкви я тут знатно похохотал. Уж не знаю, как там в Северной Америке, но в России православный мирянин, обратившийся в духовный суд по поводу брачного вопроса, где это видано, где это слыхано? Я, честно говоря, таких прецедентов не знаю. И, соответственно, ну, тут решают только вот иерархи, да. Ну, и тут вот говорят, ну, надо типа вот прислушаться к православным иерархам и не вредничать. И не только признавать вместе с православной иерархией повторные браки в некоторых тщательно изученных случаях разведенных супругов в смешанных браках. Ну, и разрешать таким разведенным, повторно вступившим в брак католикам, состоящим в браке с православными, евхаристическое участие в католической церкви. Разумеется, тут же католики скажут, и ничего себе, это, похоже, лайфхак. То есть, если я женюсь на католичке, значит, во втором браке, значит, мне причастия не дадут. Так я буду православную искать, да там мне дадут. И это, конечно, ну, ни в какие ворота не лезет. То есть, как? То есть, этот документ не... Ну, то есть, почему-то он обязывает католиков прогнуться под изменчивый мир, да. А вместо того, чтобы призвать православных к совести и сказать, ребята, у вас, в общем-то, и догматически, и канонически тоже не разрешаются вторые браки. Вы там всякий раз находите какую-то экономию и так далее. Так вы перестаньте ее находить. Давайте вместе. Семьи разрушаются, ребята. А вы хотите легитимизировать разрушение семей. Вы хотите дать зеленый свет разрушенным семьям. Вот просто, ну, исковеркать чужие судьбы и так далее. Понятно, что молодежь все равно нас не слушает там. Понятно, что молодежь, повинуясь духу времени, все равно все сделает по-своему, наделает кучу ошибок. Это было, в принципе, всегда. Но ведь это не означает, что мы должны божью заповедь попрать. Здесь не вопрос канонического права. Здесь вопрос божественного права. Мы же не можем отменить заповедь непрелюбодействуя из деколога. Ну, то есть, это не... А этот документ призывает нас... Давайте в нек... То есть, прелюбодействовать вообще-то нельзя, нельзя, но если... Ну, в некоторых случаях можно. И я здесь говорю о том, что это какое-то колоссальное... Вот... Это какое-то колоссальное переформатирование мышления, когда церковь хочет переформатировать мышление своих пастырей под либеральную повесточку. Начинается все вот с этого. А потом мы удивляемся, а что это так вот легко там протестанты некоторые пошли на благословение однополых пар. Потому что они уже там сто лет назад, условно говоря, повторные браки разрешили. Ну, начали разрешать. Ну, как раз где-то 20-е и 30-е годы. Это был, конечно, скандал для протестантов тогда. И там били тревогу, говоря о том, что у нас угрожающий растет процент разводов. Он уже достигает там 2%. Ну, то есть 2% пар разводится. Потом, когда... Ну, типа, ну, 2% ведь немного. Давайте разрешим там в некоторых случаях. Как всегда, разрешение в некоторых случаях ведет к тому, что стали разрешать во всех случаях, в 100% случаев. А потом вдруг неожиданно количество разводов возросло до 20% в очень консервативных даже протестантских странах. Потом перевалило за 50%. Сейчас, по-моему, вообще какая-то... Ну, сейчас трудно найти какие-то прям протестантские страны. Ну, США, наверное, да. То есть, вот это такая все-таки... Ну, особенно юг. Она, в принципе, такая консервативно-протестантская еще страна. Во многом, да. Европы уже давно нет, конечно. Вот. Там все это в меньшинстве, на уровне маргиналий все это такое. Любая, кстати, конфессия практически. Ну, кроме, может быть, католичества в южных очень странах. Вот. А на севере там протестантизм это уже практически не христианство. Вот. Это уже какая-то сказочка о том, что Бог любит тех, кто хорошо себя ведет и чистит зубы. Ну, и экологию еще соблюдает. Ну, в общем, короче, это катастрофа. Я вам скажу так. Это катастрофа. Вот в этом пункте. Остальное там, ну, как, намерения хорошие, но мне кажется, что очень поспешно как-то этот документ сформулирован. С другой стороны, ну, как бы всегда можно бросить мне упрек, ну, возьми и сформулируй лучше. А я бы попытался, прямо скажем. А я и не отказываюсь, но никто же не зовет. Поэтому, ну, там просто очень много лазеек для всех злоупотреблений, которые только можно себе представить. Вот просто для всех практически. Ну, и как бы я не хотел единства церкви, мне кажется, что единство церкви возможно только на консервативных основах, а не на либеральных. Потому что, когда либералы пытаются церковь объединить, исцелить расколы, дело кончается уничтожением церкви. Ну, просто церковь перестает быть церковью. Правда, когда консерваторы берутся объединить церковь, дело доходит до войны чаще всего, и до смертоубийства, это правда. То есть, историю знает и те, и другие попытки, вот, и они ничем хорошим, как правило, не кончались за очень и очень редким исключением. Вот, поэтому, честно говоря, что делать? Я не знаю, документ плохой, мне он не понравился, интенция документа хорошая, то есть, да, надо что-то делать, но лучше, ей-богу, не делать ничего, чем сделать так, как сделали они. Мне кажется, это... Как это говорил-то? Швондер. Это какой-то позор. Не хочется со Швондером как-то ассоциироваться, но... По-моему, это какой-то позор. Да, не буду я это все дальше комментировать. Пойдем дальше. Значит, Андра... Андра Аврам. Андр Аврам. Ну, в общем, подписано Андрей, по-моему. Да, Андрей. Ага. И здесь два вопроса. Владыка Павел, здравствуйте. Вот два вопроса. Вдруг какой-то будет интересен вам для ответа. Первый вопрос. Христос, имея человеческую душу, не имеет человеческой личности, но только божественную. Разве истинный человек может быть без человеческой личности? Ну, благодарю вас, Андрей. Да, вот, подпись-то есть тут, Андрей. Но, Андрей, во-первых, все-таки вы передергиваете. Слово «личность» в богословском языке для описания христологии не используется. Нехорошо. Потому что даже латинский термин «personа» нормативный на Западе со времен еще Тертулиана в восточном богословском языке не приветствуется, потому что со времен великих каппадатийцев из-за очень уж нехороших ассоциаций с савилианством лучше все-таки использовать слово «ипостась». Да, Христос обладает сложной ипостасью Сына Божьего. Вот, сложная ипостась. В нем, в этой ипостаси, две природы – божественная и человеческая. Неслитная и неизменно, нераздельная и неразлучная, как учит нас халкидонское вероопределение. Конечно, вопрос ваш правомочен. И у меня на все эти вопросы, для ответов на все эти вопросы, снят целый цикл «Ортодоксия онлайн». Я вам горячо советую его посмотреть, потому что там ответы на ваши вопросы есть. И вопрос действительно серьезный, и ответ на него церковь искала. И даже были, скажем так, разные попытки дать ответ на этот вопрос, в том числе и православный. Но я бы начал с того, начал с того, что для Бога, во-первых, ничего нет невозможного. Давайте все-таки так говорить. Вот, например, вы, ну, то есть вы говорите, что может ли подлинно быть человеком тот, у которого нет человеческой ипостаси? Может, если это Бог. Бог, который в ипостаси Божьего Сына соединил, значит, человеческую и божественную природы, принял, воспринял, будучи Богом, воспринял человеческую природу, неслитно и неизменно, ну, то есть соединил так, что это неслитно и неизменно, но в то же время нераздельно и неразлучно. Таким образом, получается, что человеческая природа там без человеческой ипостаси. Но, например, без... Бог ведь разные чудеса может творить. Например, почему вас не удивляет, что на каждой литургии вы видите живого Христа под видами хлеба и вина. При том, что мы употребляем слово вид хлеба и вина. То есть это акциденции хлеба и вина, у которых нет сущности. Прикиньте, вообще, какое чудо на каждой мессе происходит. Вы видите акциденции без сущности, потому что сущности хлеба и вина нет. То есть они заменяются сущностью тела и крови Иисуса Христа. А сущности хлеба и вина нет. И получаются акциденции без сущности. Ну вот здесь мне... Ну что ты будешь делать? Ну почему прямо сейчас нужно... В общем, такая вот ситуация. Ну, при этом возможность бессубъектного существования акциденций обеспечивается всемогуществом Божьим, которое как кауза прима заменяет действия отсутствующей каузы секунды, то есть вторичной причины. Как может быть истинным человеком тот, в ком есть божественная ипостась, соединившая в себе божественную человеческую природу, при том, что Христос выглядел как человек, воспринимался всеми как человек, от него пахло потом, когда было жарко, у него росли волосы из лица, его можно было трогать, у него была плоть, кости, да, то есть он, ну как, при том, что он, то есть он имел ипостасные идиомы человеческой природы, да, а ипостаси не имел. И это как раз и вот возмущало еретиков, в частности, нестериан, которые говорили, ну не, ну должна быть человеческая природа там, да, то есть, вернее, должна быть и человеческая ипостась, потому что не бывает природы не ипостасной. И вот этот тезис, что не бывает природы не ипостасной, это тезис ложный, потому что бывает природа не ипостасная. И даже эта природа может быть носительницей акциденций ипостасных, да, ипостасных идиом и акциденций. То есть, ну не только внешних каких-то, да, таких признаков, как высокий рост или низкий, там, бородатость, курносость, горбоносость, кореглазость, форма ушей, там, я не знаю, кривизна ног, но и вот таких не внешних каких-то проявлений, таких как характер, ну там, индивидуальные особенности и так далее. Вот. Вообще, сам тезис, что не бывает природы не ипостасной, завел в ловушку не только нестариан, но и монофизитов. У нестариан эта логика создала такую неразрешимую, в общем-то, загадку или противоречие. Если не бывает природы не ипостасной, и если во Христе соединились не только божественная человеческая природа, но и божественная и человеческая ипостась, стало быть, Святая Троица стала четверицей. Потому что, ну, нельзя же отсечь человеческую ипостась теперь от Божьей, они же соединились тоже навсегда в воплощении. Поэтому, вот, есть Отец, Сын, Дух Святой и еще человек Иисус. теперь вот, Троица стал четверицей. Поэтому нестыриане должны, в принципе, поклоняться не Троице, а четверице. Ну, они понимают, что это невозможно, ну, и как-то, наверное, тоже отвечают на этот вопрос. А вторая проблема, что обоживается тогда в этом случае только одна это ипостась, а не все человеческие ипостаси через общую для нас природу. А с другой стороны, поэтому, кстати, качнула когда-то церковь в другую крайность, в монофизитскую. Монофизиты говорили, что во Христе нет отдельной человеческой природы и нет отдельной человеческой ипостаси, ну, и в Тихиане крайние такие монофизиты. Вот. Если в нем есть человеческая природа, то должна быть человеческая ипостась, поэтому вы инистыриане, да, то есть, та же логика не бывает природы не ипостасной. Поэтому, если там человеческая природа и была, то она растворилась, то она там или образовала сложную природу, но тогда это странно, вот сложную ипостась мы можем себе представить, имеющие две природы, а сложную природу мы не можем представить, потому что тогда она не божья, не божественная и нечеловеческая, то есть То есть божественная природа, в которую примешалось человечество, это означает, что тогда воплотился и Бог-Отец, и Дух Святой, природа-то одна, то есть человеческая природа примешалась ко всей Троице, что ли, ну это, извините меня, да, то есть это глупости, то есть это не полный Бог тогда, то есть это уже не Бог. И, соответственно, это уже и не человек, потому что человек не становится Богом по природе, по сущности, он становится Богом по благодати, да, ну и так далее. И если требовать отдельной ипостаси для отдельной природы, тогда нужно требовать и отдельной природы для отдельной ипостаси, это же логично. И тогда это неожиданно еще и по доктрине Троица ударяет, ну таким образом, там же три ипостаси, значит, должно быть три природы. То именно тогда в среде монофизитов возникло движение тритеитов, Филон, Иоанн Филопон его там высоко поднял это знамя. Он вообще отрицал реальность существования неприродных ипостасей. У него природа и ипостась это одно и то же. Такой верный аристотель ведь был. Ну вот, раз строится три ипостаси, значит, это три природы. Ну там, правда, он, конечно, говорил, что в Троице одна сущность, три природы, но три природы, три ипостаси, все равно это три божественности. То есть по Филопону он описывал Троицу как три неких бога. Ну, Трестина, Стеус. И вот эта логика, этот тезис, что не бывает же природы не ипостасной. Ну, то есть, и можно ли тогда назвать человеком вполне того, кто не имеет человеческой ипостаси? Можно, да, Бог подлинно человек, да, Бог стал подлинно человеком. Тантум, квантум, настолько, насколько он стал человеком, настолько мы станем богом. Вот, и тем не менее, отвечать на вопрос нужно, как же в нем не было человеческой личности, если он воспринимается как отдельная личность, да, вот вы спрашиваете. То есть, он отдельная личность, тело ограниченное телом, то есть, человеческое тело, человеческая душа, человеческий разум, у него есть человеческая воля, разумная душа в нем, то есть, все есть, а ипостаси, получается, нет. То есть, ипостасные идиомы есть, а ипостаси нет. Вот Григорий Низский и позже Иоанн Дамаскин ввели для этого объяснения такое понятие частной природы. То есть, они говорили, да, то есть, это не ипостась, это такая частная природа. То есть, они попытались ввести еще один третий термин и, на мой взгляд, оказались опасно близки к нестарианству, впрочем, в него, конечно, не впадая. Но более сложное, а вместе с тем потрясающее изящное решение, конечно, предложил святой Максим Исповедник во времена монофилицких споров. Он предложил считать, он сказал, давайте раз и навсегда договоримся, что понятие сущности природы, это будет одно и то же. Обе эти категории обозначают общие, кайнон по-гречески, все целые, католу, и сказываются о многочисленном и различающемся в числе. Ипостась, и личность тоже будем считать, это будет одно и то же, и лицо, да, ибо обе эти категории обозначают частное, мерикон по-гречески, и особенное, идиом, да, И вот в этих парных определениях частному соответствует не особая частная природа, а ипостась. А у ипостасей главная функция выражения отдельности природы. Максим возвращает нас к определению сложной ипостась. Во Христе это такая божественная ипостась сына, которая обладает свойствами индивидуума сразу двух природ, божественной и человеческой. Вот свойства индивидуума человеческой природы во Христе есть. То есть природные идиомы человека. Это даже не ипостасные идиомы, а именно природные идиомы, да, то есть вот идиомы природы. То есть к ним Максим относит волю, присущую только разумным существам. То есть поскольку он говорит, общая человеческая природа актуализируется лишь в индивидах, в ипостасях. То есть нумерически в разных людях, когда вот речь идет о людях. Например, вот есть отдельный Петр, вот есть отдельный Павел. То есть человеческая природа, общая для всех, актуализируется в индивидуумах, в ипостасях. При этом она ограничивается не только природными признаками, да, там, ну так, человек, например, смертный, или человек разумный, но также и ипостасными, там, индивидуальными признаками. Человек может быть высокий или низкий, там, курносый или горбоносый. Для Максима нет без ипостасной природы. При этом в каждой отдельной ипостаси присутствует вся природа целиком. То есть Петр не меньше и не больше человек, чем Павел. Но дальше следите за мыслью. Но Святой Максим воскрешает термин великих каппадатийцев. Тропос существования природы. То есть природа может существовать, тропос существования, образ, ну или способ, лучше сказать, способ существования природы. То есть природа может избрать для себя то, каким способом или каким образом она будет существовать. И Святой Максим вводит понятие логоса и тропоса. Это, ну, очень интересный такой философско-богословский язык. Если логосы тварного бытия – это некие идеальные первообразы предметов и явлений, созданного Богом мира, то сами предметы и явления служат обнаружением или способом существования логосов и называются тропосами. То есть Бог знает, что существует идеальный стол. Вот в разуме Божьем это логос идеального стола. Ну или там идеальная планета, например, да, ну пусть не стол там и так далее. И вот этот логос, да, то есть вдруг, когда Бог творит мир, да, становится тропосом, да, то есть вот обретает существование. То есть сам предмет служит обнаружением, образом, способом существования логоса и называется тропосом. Значит, преподобный Максим Исповедник пишет по этому поводу. Я процитирую. Идеи логосы сущего прежде век, предустановленный Богом, как знает он сам, те, которые у божественных мужей обычно называются также благими хотениями божьими. Хотя и невидимы, однако созерцаются нами, будучи помышляемы через рассматривание творений. Ибо все творения божьи с должным искусством, умозрительно созерцаемые нами по естеству, возвещают нам сокровенно те идеи, по которым они получили бытие. И вместе с собой выявляют в каждом творении божье намерение. То есть соответствие между образом и первообразом, то есть между тропосами и логосами, преподобный Максим объясняет на примере живописи. То есть он говорит, между логосом и тропосом такая же связь, какая существует между человеком и изображением этого человека на портрете, например. Хотя изображение сходно и совершенно подобно первообразу, но сущность различна, потому что тот одушевленное существо, а это дело живописца из воска и красок. При том, что тропос существования – это то, что мы воспринимаем чувствами. Логос – это истина, тропос – воспринимаемая. Тропос существования – это не ипостась, а именно бытие природы в индивидууме, то есть в ипостасе. Во Христе две природы, божественная и человеческая, и два способа существования, два тропоса существования этих природ в одной ипостаси Бога-Сына. Как две природы едины в этой ипостаси, так два природных тропоса едины в логосе, большой буквы, логос, сын. Логос есть тот, кому принадлежат эти природы и эти тропосы. Можно и нужно говорить о перехорезисе природы тропосов, то есть какие-то свойства друг на друга влияют, но не об их слиянии. И тропос связан с ипостасью и с сущностью, да, то есть отождествление тропоса с одной лишь ипостасью является богословской ошибкой. То есть святитель Максим Исповедник говорит о продолжении в нас воплощения божественного логоса. И его он должен понимать не как перемену нашего тропоса на тропос Христа, а уподобление нашего тропоса бытия тропосу бытия логоса. То есть мы обоживаемся вот так. То есть Христос сделался для нас образцом, ну вот не в том смысле, что это образец для подражания, а именно так же, значит, наш тропос бытия будет подобен тропосу бытия логоса. Ну, например, мы имеем ум Христов, пишет апостол Павел. То есть мы видим, что таким образом тропос существования природы может быть таковым, например, людей и в ипостаси Петра или Павла, но не быть таковым, например, в ипостаси Иоанна. То есть, однако, он не есть индивидуальная особенность данной ипостаси, коль скоро один и тот же тропос присутствует в разных ипостасях. То есть мы понимаем, что ипостасными различиями определяется идентичность индивидуума, но не его выбор, например, благобытия или злобытие. То есть, чтобы человек не выбирал добро или зло, он остается, там, кем был, Петром или Павлом. Поэтому обожение, вот нас, людей, совершается в человеческой ипостаси, но является изменением человеческой природы внутри этой ипостаси. И через это мы чуть-чуть понимаем, кем же был тогда Христос. Какое отношение индивидуальность тропосов существования природы имеет к индивидуальным особенностям ипостаси? Каждая ипостась, согласно терминологии великих каппадокийцев, Леонтий Византийский об этом пишет, кстати, и Святой Максим, имеет два ряда отличительных особенностей, нередко именуемых акциденциями. Во-первых, это неотделимые акциденции или, собственно, ипостасные идиомы, то есть те признаки, которые характеризуют Петра как человека, отличающегося от Павла и всех прочих людей. Но как тождественного самому себе и в возрасте 10 лет, и в возрасте 50 лет. То есть вот он Петр, в 10 лет он Петр, и в 50 лет это тот же Петр. Это неотделимые акциденции. А есть отделяемые акциденции, ну или просто акциденции, превходящие признаки, то есть они могут меняться в течение жизни Петра. То есть он может быть в детстве с волосами, а в старости лысым. Может он ногу потерять, например. Можно, ну, вдруг у него нога оторвется когда-нибудь и так далее. То есть к ипостасным идиомам и акциденциям относятся не только внешние признаки, но и, например, особенности биографии, свойства характера. Оба вида акциденций, отделяемые и неотделимые, являются тропосами существования сущности. То есть, когда мы говорим, что Петр курносый, это мы как бы обозначаем некую ипостасную идиому Петра, которое может быть заменено эквивалентным выражением. Человеческая природа реализует один из своих тропосов существования, а именно курносость в одной из своих ипостасей Петра и Петре. Также и во Христе. То, что он был мужчиной, да, это человеческая природа реализовала один из тропосов своего существования вот в ипостаси Сына Божьего. В сложной ипостаси Сына Божьего. Вот так она себя реализовала. То, что у него были такие черты лица там и так далее. И это позволяет святому Максиму объяснить, почему вся человеческая природа была воспринята логосом, хотя Иисус наделен индивидуальными признаками человеческой ипостаси. То есть, во Христе не было человеческой ипостаси, но человеческая природа в ипостаси Бога-человека Иисуса реализовала некоторые тропосы существования. Такие, как мужской пол, борода, форма носа, характер и так далее. И также, вот тут еще очень важно, потому что вы там следующий вопрос будете задавать про послушание. Тут еще важно, что тропос существования связан с таким понятием, как энергия природы или энергия сущности. Что такое энергия? Энергия – это движение сущности. Говоря о тропосе существования природы, мы можем говорить и о тропосе энергии. Это один и тот же тропос. Каждый из нас действует, то есть проявляет энергию, изначально как нечто, а не некто. То есть мы действуем как человек, а не как Павел или Петр. То есть изначально. При этом мы формируем определенный способ действования, например, ослаблением или усилием, по своему выбору, чего-то. То есть то, что я хожу, это не... Я встал и пошел. Я встал и пошел как человек, а не как Павел Бегичев. То есть это энергия моей природы. А походка, особенности походки – это уже акциденции. Но опять же, это тропос существования моей природы. Тропосы энергии в разных ипостасях разные, а сама энергия одна во всех ипостасях одной и той же природы. Поэтому множественность единой энергии возникает за счет множественности ее тропосов. Поэтому единство энергии природы не нарушается. Все, что Христос делал как человек, он делал энергией человеческой природы. И человеческая природа, и человеческая энергия приобретают во Христе один из своих тропосов, который распространяется на все естественные способности человеческой природы, но включает в себя и сверхъестественные. То, что даруется человечеству по соединению с божеством. И природная энергия называется волей. Поэтому во Христе две воли. Воля называется, когда принадлежит разумному существу, потому что у животных тоже есть энергия, но воли нет как таковой. Поэтому невозможно говорить о природной воле животных или растений. У них есть природная энергия, но нет воли. В связи с этим, конечно, ответ на ваш второй вопрос. Вы задаете. Ну, и это третий вопрос в сегодняшней передаче. Здесь надо бы паузу такую сделать, да? Как мог Христос быть послушливым Отцу до смерти Крестной, если Он, будучи лицом божественным, имел божественную волю, которая не могла перечить Его природная человеческая воля? Но послушание ведь возможно, если возможно и не послушание, что ко Христу не относится. Во-первых, отличник... Вот я всегда прибегаю к этой аналогии. Когда отличник сдает экзамен... Сейчас прожую, меня жена будет ругать. Случайно льдинка попала. Я очень люблю жевать лед. Но жена говорит, что это неприятно слушать в наушниках. Как это? АСМР называется? Ну, ладно. Так вот. То есть, когда отличник... Вот он все знает. При том, что он даже знает, что он на отлично сдаст экзамен. Но для него экзамен – это все равно испытание. Он все равно волнуется, не спит ночь. Поэтому, да, Христос в этом смысле отличник. Все искушения, он знал, что их выдержат. Но искушения от этого не были менее реальны. Неукоризненные страсти, которые Господь воспринял, да, то есть, такие как утомляемость, голод, для нас там являются всегда воротами к греху. Через них сатана нас искушает, да, и говорит, там, камни, там, сделай хлебами, через голод, да, там, и так далее. А Христос закрыл эти ворота, обожил нашу природу, и после воскресения избавил ее от неукоризненных страстей. А во-вторых, послушание связано здесь не столько с волей, сколько именно с перенесением страдания. Трудность вот в этом. Христос боролся с естественными неукоризненными страстями, с страхом и болью, а не с непослушанием. То есть, вы не на то делаете акцент. Послушание возможно, если возможно, и непослушание. То есть, борьба-то была не в этом. Во Христе не было гономической воли, воли выбора, между послушаться Бога или не послушаться. Ему страшно было, больно было реально. Вот в чем его экзамен. Перенести этот страх и эту боль, она действительно, ну, можно ее назвать не человеческой, а еще лучше назвать ее всечеловеческой. Это сумма всех болей, всех ипостасей, да, потому что в нем человеческой ипостаси нет. Поэтому его природа воспринимает в себя вот по относительному усвоению грехи всех-всех-всех людей, всех времен и народов, всех ипостасей. Это невероятное мучение, это невероятное страдание. Поэтому в Гефсимане его борение действительно ужасно. Вот кровавый пот не случайен там. Потому что, хотя он и говорит, пронеси чашу эту мимо меня, это не в том смысле, что, может, на крест не пойдем все-таки, а в том смысле, ну, обезболивающе. Я знаю, что это, ну, очень больно. Уже очень больно. А что будет дальше? Что будет на кресте? Уже очень больно. Но, конечно, я пройду этот путь до конца, не как я хочу, но как ты. То есть это не опыт борьбы за послушание с непослушанием. То есть противник не непослушание. Противник это боль и страх. И вот то буквально, да, то есть вот грех, проклятие, то есть все вот, что Христос взял на себя вместо нас. Поэтому он послушен до смерти крестной, да, то есть вот эта боль возрастала от Гефсимании до крестной смерти. И он продолжал ее нести, нести и нести. Да, это важно. И он ее честно испытывал, а не как актер, как там учил Юлиан Галикарнаский, да, и вот у него была такая ересь, что Христос, он, ну, делал вид, что он страдает. Ну, то есть потому, что божество же бесстрастно. Нет, человеческая природа как раз и позволяла ему страдать. Кто страдал на кресте? Можно сказать, что Бог, Бог и человек. Чем страдал? Человеческой природой. Единый строится и плотью пострадал. Это очень и очень важный момент. Поэтому очень важно изучать ортодоксальное богословие, классическое богословие, православное богословие и быть послушным отцу. Для нас, да, у нас есть еще и гномическая воля. У нас, кроме боли, да, нам еще и нужно волю свою подчинять, да. Гномическая воля, воля выбора, да. Но тут уж остается ожидать. Будем обожены, гномическая воля исчезнет. Да. Воля выбора. И выбор закроется. После смерти закрывается выбор. Поэтому те, кто попал в ад, они уже ничего не могут изменить. Может быть, они бы и хотели что-то изменить, но уже невозможно. Нечем. Там нечем принять решение. Да. Вот такая вот ситуация. Воли нет. Воля порочна, абсолютно уже предана злу. И закрепила этот выбор. Поэтому стоит в ад не попадать. Давайте так с вами договоримся. Желаю всем обожиться, всем спастись через Господа нашего Иисуса Христа. Вот креститься, кто крещен на исповедь, если есть смертный грех, да, не грешить желательно, стараться не грешить, да. Ну и всех благ. Жду ваших вопросов, жду ваших пожертвований по-прежнему. Господь с вами да благословит вас Всебогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Идите в мире. Бог даст. Увидимся. Все. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok